У Челябинки, Ксении Трухиной, четверо детей. Трое из них школьники. Первый, второй и третий классы. Говорит, самые большие траты перед первым сентября получились на первоклашку. Форма, банты, все, что полагается девочке. Та помощь, которая была от президента, 10 тысяч, мы покупали одежду. А то, что я получила от губернатора, мы купили канцелярию ребятишкам. В принципе, я считаю, это вполне сумма, которую можно купить в канцелярии. С канцелярии уложились в полторы тысячи на каждого ребенка. Именно такое пособие получают многодетные семьи для подготовки к первому сентября. В регионе его выплачивают не первый год. В самые хлебные времена, 2005 и 2006, сумма доходила до 2,5-3 тысяч рублей. В этом только полторы. Размер выплаты корректируется ежегодно, исходя из возможностей бюджета. В 2021 в казне заложено всего 59 первосентябрьских миллионов. Деньги получат чуть более 39 тысяч человек. Они должны предоставить в соцзащиту по месту жительства определенный пакет документов. Это, естественно, заявление по установленной форме. Это документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие статус многодетной семьи, и документы, подтверждающие их доход в текущем периоде для того, чтобы уже оценить статус с точки зрения дохода. Тем, кто уже получает от соцзащиты пособия на оплату ЖКХ, немного проще. От них требуется только заявление и справка с места учебы ребенка. Работа по приему заявлений от родителей, законных представителей детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами началась уже со 2 августа и будет продолжаться до 25 октября 2021 года. Рассчитывать на пособие к 1 сентября могут только те семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. Не положено выплаты и тем, кто обучается дома. Ребенок должен посещать школу очно и быть не старше 18 лет.